Неофициальные символы. Кто мне скажет, какие? Русская матрешка, русская березка, балалайка и так далее. Россия всегда славилась своими народными промыслами, славилась людьми, которые делали, ведь раньше все делали вручную. Сотрудники Самарской библиотеки номер 11 организовали для своих читателей мастер-класс по изготовлению популярного российского сувенира матрешки. Все, что нужно – яркая бумага, краски и стразы. Среди участников встречи – Кирилл Федотов. Хотя о матрешках он знал и раньше, но делать куклу из бумаги ему пришлось впервые. Это игрушка, которую играли еще в Руси, это давным-давно. С ней играли маленькие дети и ее качали вот так. Еще с ней часто выходили куда-то, на какие-то праздники. Кукла-матрешка появилась в России в конце 19 века и с тех пор прочно завоевала сердца людей по всему миру своей красотой и уникальной конструкцией. Об истории возникновения и значения игрушки в русской культуре рассказали участникам мастер-класса. Когда мы готовились к мероприятию, сами узнали очень много интересных фактов о том, что, например, матрешка. Почему ее так назвали? Потому что раньше в России очень популярно было имя Матрена. И вот эта Матрена, она в переводе обозначает матушка. То есть все это связано с нашими культурными ценностями и традициями. Творческие встречи и мастер-классы регулярно проводятся в самарских библиотеках. Посетить их могут все желающие. Августина Охременко, Сергей Баскин. События.